Девушки отдыхают Это только суточный проезд Контрабанда в законе Добраться в станицу Луганскую, да еще и журналисту в поисках контрабандистов непросто Поэтому работаю под прикрытием, военные рекомендуют обзавестись камуфляжем Специальное расследование Андрея Лоща Маршрут через две границы, как в Крым попасть? Сейчас тут начинается курортный сезон, съезжаются туристы Ну а мы попали на полуостров по самому необычному маршруту Не верю, сам проверю Зачем евродепутаты на передовую поехали? Я здесь, чтобы посмотреть, что происходит и рассказать об этом Европе И в первую очередь я попытаюсь объяснить, что люди здесь страдают 70 лет скитаний Третье поколение, по сути, в изгнании Почему крымчане снова остались без Родины? Главная тема недели прямо сейчас Вечер добрый, вечер добрый Это подробности недели Я Дмитрий Анопченко Мы возвращаемся в эфир после майских каникул Дней, которые нам с вами дали не только возможность отдохнуть, но и повод поволноваться Вы наверняка помните заявление политиков о том, что после Дня Победы возможно новое обострение на фронте Как видим, все обошлось, но вот надолго ли? Обязательно зададим этот вопрос военному эксперту Еще посмотрим, как наших ребят готовят американские инструкторы Это будет эксклюзивный репортаж Ну а еще, весь эфир мы будем следить за событиями на Майдане Там установлены наши камеры Мы с вами будем узнавать обо всем, что происходит в центре столицы в режиме реального времени Дело в том, что завтра годовщина депортации крымских татар Которые сейчас, через 70-коп лет Оказались в той же ситуации, когда их лишают родины И вот прямо сейчас, в эти минуты Вы видите прямую картинку Люди приходят на Майдан, приносят свечи Что на самом деле сейчас происходит? Не только в центре столицы мы будем за этом следить Но и в оккупированном Крыму Все это мы узнаем из первых уст Ну а начнем с того, что давно раздражает украинцев А теперь уже начало раздражать и наших западных друзей Коррупция Если помните о хищениях На огромную сумму 7,5 миллиардов гривен Вот просто здесь, в этой студии подробности недели Полтора месяца назад заявил тогдашний глава Госфининспекции Николай Гордиенко Столько времени прошло, столько споров и даже скандалов вокруг этого было А что в результате? Два дня назад мы с вами должны были получить окончательный ответ Но работу группы, расследующей факты коррупции в правительстве продлили Продлили еще на две недели Давайте вспомним всю эту историю, а потом разберемся Сумму хищений в правительстве экс-глава Госфининспекции обнародовал два месяца назад Мол, украли более 7,5 миллиардов гривен Так ли это? Проверять решили в парламенте Два профильных комитета создали рабочую группу 14 депутатов от разных фракций Дедлайн 15 мая К этой дате должны были проверить все суммы из отчета и вынести вердикт Вначале вызвали на ковер первых лиц энергосектора Руководителей нафтогаза Фининспекция утверждала, там более 2 миллиардов гривен убытков Энергоатома 1,5 миллиарда И трех других предприятий, где претензий на сотни миллионов Потом депутаты пообщались с руководителями Укрзалезницы, Укрпочты, Госспецсвязи и Госфинуслуг У всех вместе, по данным Гортиенко, 800 миллионов гривен убытков А дальше заседания раз за разом отменялись То не пришли чиновники, то не явилась генпрокуратура, то из Фининспекции документы не прислали Все сроки вышли 15 мая отчет так и не был готов Разве что предварительный вариант Вот заявление главы группы, Борислава Березы Доказательств преступных действий самого премьера не нашли Но ответственность за незаконные деяния подчиненных с него не снимают Ну и давайте во всем разберемся прямо сейчас Что же происходит в парламенте, почему, ну как мы с вами говорили на этой неделе Тянут депутаты, глава этой рабочей группы, которая проверяет факты коррупции в правительстве Борислав Береза приехал к нам в студию Вечер добрый И чуть позже я хочу нашим зрителям сказать Мы услышим еще и Сергея Власенко, авторитетного юриста, депутата Батковщины Он вместе с нами вот в эти минуты смотрит в эфир и выскажет чуть позже то, что думает Борислав, ну можно откровенно, вот скандальная история с обвинениями правительства Длится это все уже не одну неделю Мы все ждали определенности, вот виновен Кабмин или нет, если виновен, что с этим делать? И вот сейчас переносит еще на две недели, можно честно спросить, это затягивают ваши коллеги или действительно есть объективные обстоятельства, что вам нужно больше времени? Дмитрий, во-первых, меру вины в Украине выставляют только суд Никто не имеет права подменять собой украинский суд Мы можем говорить о том, что украинский суд коррумпирован, несправедлив, нечестен Но только суд и никто иной Если народные депутаты будут объявлять, что виновен тот или не тот То мы будем жить не в правовом государстве, а дальше продолжать жить в бардаке, в котором мы живем И еще, у вас не совсем верно произошла оценка тех слов, которые я сказал И сказал, на основании тех документов, которые у нас есть, мы не можем говорить о том, что премьер-министр виноват И участвовал в коррупции Но у нас нет ни выводов следственной группы прокуратуры У нас отсутствуют свидетельские показания слишком большого количества руководителей предприятий И поэтому нам и требуется еще время и полномочия Именно поэтому мы наставим, чтобы нашу рабочую группу переформатировали в ЦСКА У которой есть право как вызова на допрос прямого, так и обязательной явки человека, которого мы вызываем А не так, как госпожа Ярейская или экс-винген-прокурор, которые просто хочешь, приходят, хотят, не приходят А почему не приходили? Я знаю, что на этой неделе действительно несколько раз даже переносили заседание рабочей группы Потому что у меня было чиновника, там, главный отбанк Официальная версия Минфина Мы не получили факс, мы поздно получили факс Мы не знали, мы знали, но не нашли кого И так далее Генпрокурор сказал проще Говоря о себе, в третьем числе Мы на рабочие группы не ходим То есть вы выступаете за то, чтобы был новый статус? Конечно же Есть еще другие политические силы, которые за это выступают Батьковщина в том числе Давайте, если есть возможность, дадим связь с Сергеем Бласенко Он смотрит нас сейчас Сергей, вечер добрый Скажите, а почему вы, почему вы лично, почему Батьковщина выступаете за создание ТСКА? Вот что изменится? Добрый вечер Ну, по-перше, мы, как Батьковщина, от начала говорили про то, что не нужно создать никаких рабочих групп, которые не регламентов, ни украинским законам А мы говорили про то, что треба наддать парламенту, використать один из действующих парламентских инструментов, а саме створить тимчасовую следующее комиссию, деятельность якою регламентована как Украинскую Конституцию, так и регламентом Верховной Ради А вот так мы бы не згаяли, ну, мы не те, что згаяли час, но мы бы его использовали значительно более эффективнее и не дали бы возможности генеральному прокурору сказать, что он не будет ходить на рабочие группы, потому что они не понимают, что такое рабочая группа Поэтому нужно использовать те законные инструменты, которые есть в парламенте Таким инструментом для решения, для исследования тех, наиболее чувствительных для общества тем, и есть как раз следствие комиссии Поэтому не нужно играть в ход такие мишки, а нужно использовать то, что предназначено украинскими законами Конституции Ну, подождите, у меня к вам обоим очень простой вопрос Я абсолютно согласен с вами, Борислав, что действительно точку должен ставить суд, что вот мы, журналисты, там есть огромный социальный запрос на правду, мы хотим, чтобы факты стали известны скорее, да Но сколько может пройти времени до того, как суд поставит точку в этом деле? Ну, годы могут пройти Прокуратура за год не смогла справиться с этими вопросами Давайте мы тут трошечки уточнимо У нас суд не ставит крапку, а у нас суд визнает те или иное действие злочинным Но это не означает, что парламент не может давать соответствующую, в том числе, политическую оценку тем или иным действиям, которые стали известны парламенту, в частности, после парламентских расследований Мы это можем делать, мы это должны делать, и я благодарен Бориславу Березе за ту ответ, которая у нас была Потому что именно во время этой ответы прозвучали абсолютно четкие оценки той информации, которую надав пан Гардиенко Практически вся эта информация была подтверждена Робочей группой были даже названы прозвища народных депутатов Украины, которые причетны к контролю над государственными предприятиями, что и крайне важным Ну, посмотрите, сейчас у нас много важных, правильных слов в студии, но вот люди о чем думают? О том, что, ну, бог с ней там с уголовной ответственностью, будет она не будет, но есть и политическая ответственность Политическая ответственность это отставка Можем ли мы говорить в результате тех данных, которые есть сейчас, в результате тех данных, которые появятся О том, что правительство может уйти в отставку в результате работы вашей группы, в результате работы ТСК, которая может появиться В результате работы ТСК, да, может такое произойти. И хочу обратить внимание, что за 35 дней мы сделали больше, чем за год, за последний год добилась прокуратура. Да, мы аматоры, да, мы не профессионалы в этом вопросе. Но заслушав и не только свидетелей, и получив нужную информацию, мы смогли получить и обработать ее, и донести до широкой общественности. Прокуратура же игнорирует все и пытается замалчивать. Начиная от расстрела на Майдане и кончая, была ли коррупция или нет. Потому что когда один из замгенпрокурора в сессионном зале говорит, что, вы знаете, а вроде там никаких правонарушений нет. В то же время, этот же самый замгенпрокурора на встрече двух рабочих групп ГВС сказал, что по материалам действительно обнаружены правонарушения на более чем 600 миллионов гривен. Такое интересное изменение позиции за 35 дней? Странно. Меня оно удивляет. Давайте в одном очень важном моменте разберемся. Я, к сожалению, тоже вот только из опуска буквально несколько... Сергей, одну хвилину, будь ласка, Сергей, я хотел бы вам обом поставить запитание, просто оно важливое для тех, кто нас зараздивится. Я не очень в материале, к сожалению, тоже только из опуска пару дней назад вернулся. И вопрос в том, что можем ли мы говорить, вот то, что было написано в прессе в эти дни... Я вернулся просто из отпуска, спросил коллег, кто работает в парламенте, коллег по редакции, какие результаты работы рабочей группы, хотя бы промежуточные. Мне сказали, ну вот, в общем-то, по прессе ощущение, что нарушений в деятельности правительства Юценюка не нашли. Так ли это? Вот вы изнутри знаете ситуацию. Сергей, что вы скажете об этом? И сейчас вот после этого Борислава спросит. То есть можно ли говорить о том, что промежуточные результаты и все только на попередников можно валить, что нынешнее правительство не нарушало, что нет вот этих ощущений? Та нет, как раз навпаки. Робочая группа чётко констатувала, что порушения, про которые говорил пан Гордієнко, имеют место. Робочая группа полностью подтвердила висновки пана Гордієнко. При этом первый заступник генерального прокурора, тут я не погоджусь с паном Бориславом, в своем выступе чётко сказал, что Генеральной прокуратурой за наследием заявки пана Гордієнко порушено 12 криминальных справ. Из 7 миллиардов гривен уже подтверждені майже 700 миллионов гривен. При этом решта грошей перебуває в стадии досудового расследования. И материалы переданы на экспертизу, то есть нормальный рабочий процесс. Но первый заступник генерального прокурора визнав, что порушения были, что порушения есть, что порушения зафиксированы и что это порушение этого кабмена. Ни про каких попередников там мова не йшла. До речи, мне было очень удивительно почути от представителей кабинета министров, что нибудь то мова в материалах Гордієнко шла про взор всем попередние уряды, про уряд Юлії Тимошенко, про какие-то другие попередние уряды. Эта информация абсолютно не отвечает действенности. Мова йшла про то, что переверялся период 2012-2014 годов, здебольшего. И рабочая группа, и генеральная прокуратура чётко зафиксировали, что порушения были. Генеральная прокуратура порушила 12 криминальных справ. Давайте дочекаемся к концу этих расследований. Давайте пришвидшим генеральную прокуратуру в этих расследованиях. И потом будем делать остаточный выставок. Сергей, спасибо огромное, что к нам присоединились. У нас буквально минута-две остаётся для обсуждения этой темы. Борислав, давайте, чтобы с вами точку поставить. Когда нам ждать окончательных результатов, какими они могут быть? Чего вам не хватает для того, чтобы вот этот промежуточный отчёт, отчёт этой недели, стал уже отчётом окончательным? Нам не хватает создания ТСК. Если мы получим временную следственную комиссию, которая будет иметь свои полномочия, соответственно, мы получим всю информацию, которую от нас сейчас скрывают и пытаются не дать. Открывают? Скрывают, конечно, скрывают, потому что иначе и не может быть. Нам обещали 15-го числа, что нам дадут полный отчёт по следственным действиям Генпрокуратуры. Мы ничего не получили. Прозвучала фраза, что 7-го числа передан господину Гройсману отчёт Генпрокурора. О нём тоже никто не слышал, его никто не видел. Приходили к нам представители разнообразнейших ведомств, от Родовитбанка до Минфина иногда, и они вдруг говорили, мы не имеем права вам говорить. Вот у нас есть письмо официальное из Генпрокуратуры, нам запрещают там что-либо свидетельствовать. Но именно благодаря таким свидетельствам, которым раньше не разозапрещали, это период последних двух недель такой началось, мы узнали о событиях, когда были замешаны такие депутаты, чьи фамилии, допустим, Еремеев или Мартыненко. Именно эти фамилии прозвучали от представителей госпредприятий. И если нам бы дальше дали возможность получать такую информацию, но уже с правилами, с полномочиями, которые даёт нам ТСК, то мы бы тогда украинское общество назвали все имена, которые бы эти озвучили. Ну что, давайте будем надеяться, что хотя бы в этой истории, очень громкой истории о 7,5 миллиардах, вот все имена и все оценки будут даны. И самое главное, мы сможем точно увидеть, в случае, если этот парламент откажется голосовать за ТСК, мы тогда точно понимаем, что те люди, которые сейчас стоят в руководстве Украины, не хотят позволить нам расследовать это дело. Давайте на этом поставим точку. Вот такой вот индикатор, который и вы, и Сергей, спасибо огромное, что были с нами на связи, и все наши зрители запомним. Вот будем следить за созданием ТСК, понимая, что это индикатор, который очень о многом говорит. Спасибо. Спасибо, что были в студии. Продолжим и сменим тему. Явровский полигон, Львовская область. Там американские инструкторы уже месяц обучают наших ребят. И вот с завтрашнего дня, с новой недели, начинается новая фаза. В том числе, и представьте, работа с оружием, тем, которое используют подразделения американской армии. Согласитесь, повод для того, чтобы понять, чему в принципе учит украинцев звездно-полосатый десант. Роман Бачкала видел это своими глазами. Американские десантники из Калифорнии и Аризоны в Украине, здесь, во Львовской области, на Яворичском полигоне, а не в качестве инструкторов у бойцов Национальной гвардии. Что правда об этом, а что вымысел и чему, настоящие рейнджеры могут научить украинских военных. Добрый день, так, не, дякую, и они пытались учить мне, как сказать, добрый вечер. Так, интересно, почему можно научиться у американцев? Мы думаем, кто считает нуждин, то и кто себе улавливает, что ему надо. Кто хочет практику с этим? Кто хочет пробовать? Сейчас мы учим ваших бойцов, как правильно вскрывать двери и захватывать здания. Внутри может быть кто угодно, и группа должна быть готова к этому. Цель не просто попасть внутрь, как можно раньше, а сделать это безопаснее для личного состава. Заметил, украинцы стараются выбирать самый сложный путь. Мы показываем, смотри, ты мог бы сделать это проще. Принцип американской армии – наибольшая эффективность при наименьших трудозатратах. Всего обучение проходит порядка 300 нацгвардейцев, американских военных. Примерно столько же курс продлится два месяца, после чего на Яворевский полигон заедет новая группа украинских военнослужащих. У нас в Калифорнии нет таких лесов. Львовская область напоминает мне штат Джорджио и Южную Каролину. Но дома я уже давно не был. Мы представляем 173-ю бригаду десантных войск армии США. Место нашего базирования – Италия. Ну, как, цикаво, взагалей, досвид, цикаво, какие-то такие. Ну, я, цикаве, мне это не все, конечно, но есть. А что запамяталось наибельше? Без комментариев сказали нам. А чему вы не хочете сполкуватись? Американские солдаты их сполкуются. Может, кто-то есть смелый поговорить? Все какие-то такие соромые, злые. Это занятие по оказанию первой медицинской помощи раненым. Насколько мне известно, в американской армии боец должен уметь сам оказать себе первую медицинскую помощь. Сейчас работают навыки по остановке кровотечи. А какое поранение? Ранение ноги. Остановка кровотечи. Вот это тот самый современный американский жгут, который так ценят наши бойцы в АТО. Но, к сожалению, далеко не каждый из них имеет такое приспособление. Сколько стоит такой жгут-турникет? Я думаю, 20 долларов. И в некоторых случаях это цена жизни. Если нет специального жгута, можно взять обычный кусок ткани и перевязать им рану. В качестве подручного материала можно использовать даже магазин для патрона. Я думаю, такой вот способ нашим нацгвардейцам в АТО может оказаться даже более полезным. Действие таки сами, но больше очень непрактично, оскільки у них больше практичного досвиду. Мы учим ваших парней действовать по стандартам НАТО, на уровне солдат и офицеров. Первое и главное отличие – это оружие. Вы используете автоматы Калашникова, а мы – винтовки М-16. Стандарты НАТО – это не только оружие, амуниция, определенная тактика ведения боя. Это еще и гигиена. Все эти биотуалеты, рукомойник, жидкое мыло и салфетки появились здесь благодаря американцам. И, видимо, после завершения учений все это добро отсюда пропадет. Санитарное состояние очень важно. Мы всегда должны быть уверены, что место нашей дислокации соответствует нормам. Все это, насколько я понимаю, было установлено здесь, к вашему приезду. Думаю, что именно так. В каждой упаковке 2000 калорий. Поскольку я знаю, американский паёк имеет много разных меню. Да, 24. Лично я предпочитаю пасту. О, да, овощная лучшая, я так считаю. Украинский паёк имеет только одно меню. Как только одно? И что же это? Говядина, тушенка. Не завидую вегетарианцам. Вегетарианцам тоже любит, наверное. Вы работаете очень трудно сейчас. Сейчас очень хорошо работаете. Спасибо вам большое. Молодцы. Северный. Это гражданцы. Вы должны убедиться, что у него сзади, за поясом ничего нет. То есть вы можете у него спросить, что у вас в кармане. Я буду обязан вас осмотреть. Упор делается на тактику, передачу практических знаний и опыта американских десантников. Ну а стрельбы, слаживание, работа в группах, всё это будет в июне. А пока шума больше вокруг, чем на самих учениях. Пока в одной части полигона продолжается учение, в другой сейчас начнется пресс-конференция. Её причина весьма скандальна. На днях в авторитетной американской газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, из которой следует, что якобы американские инструкторы оказались недовольными уровнем подготовки украинских нацгвардейцев. Так ли это на самом деле? Сейчас узнаем. Курс военного дела для отстающих. Украинцы ходят с автоматами, снятыми с предохранителя. Они не знакомы с самыми элементарными вещами, которые обязан знать каждый солдат. В первые дни занятий даже забывали свои каски. Некорректно были переведены некоторые фразы. Я как бы даже не хотел бы это обсуждать. Я читал эту статью, и если вы ознакомитесь с ней полностью, то реальный контекст таков. Американские военные хотят помочь украинским нацгвардейцам стать сильнее. Да, вашим нацгвардейцам есть чему поучиться, но хочу отметить их смелость и готовность идти в бой. С ними приятное имя дело. А еще украинцы очень гостеприимны и дружелюбны. Нужно менять саму систему, понимаете. То есть у нас просто очень много Советского Союза осталось. И это основная проблема. У нас, мы живем по старому, скажем, по старому принципу. Нам нужно чуть-чуть вперед двигаться. Ну вот такая ситуация на Явровском полигоне. Роман Бачкала разобрался в ней куда детальнее, чем коллеги из Нью-Йорк Таймс. Ну а где же нашим ребятам применить те умения, которым их сейчас обучают американцы? Вопрос не праздный. Ведь по данным американской же разведки, после майских праздников на Донбассе должно было произойти обострение. Об этом откровенно заявил и бывший главком НАТО в Европе, Весли Кларк и украинские политики. Ну в том числе и в нашей студии. Ну, к счастью, выходные у нас с вами прошли спокойно, но военные эксперты прямо сейчас говорят о новой угрозе. Говорят о том, что нападение возможно летом. Почему? Вот прямо сейчас узнаем у Павла Фельгенгауэра. Он с нами на связи из Москвы, но просто отмечу, что это один из немногих российских военных специалистов. Специалистов независимых, специалистов, которые привыкли правду говорить. Павел, вечер добрый. Ваш прогноз. Чего ждать дальше? Вот так и будет ни мира, ни войны или перемирия все-таки возможно? Или стоит ждать нападения, о котором многие ваши коллеги говорят? В принципе, да, возможно. Сейчас кажется наиболее вероятным, что все-таки начнется какое-то летнее наступление или обострение. У российских вооруженных сил сейчас все идет призыв и начинается массовая демобилизация. Нужно наиболее подготовленных солдат и других военнослужащих числом где-то 250 тысяч уволить, отправить домой. И тактические батальонные группы, которые в полевых условиях на украинской границе, их надо отзывать, проводить ротацию, проводить переформатирование, не увольнять служивших, их заменять теми солдатами, которые прошли подготовку, которые были призваны осенью. Офицерам и контрактникам тоже нужна ротация, нужно обслужить технику. А потом, не все сразу, но последовательно, они должны могут снова выдвигаться в район украинско-российской границы. Июль и август, я бы сказал. Два самых удобных с точки зрения погоды и климата месяца для ведения ширкомасштабных операций. Я думаю, что это будет как в прошлый раз, но вот как после Минского первого происходила постепенная дестабилизация, но и будет все больше обстрелов, будут обвинять украинцев в обстреле городов, а потом потихоньку это перейдет в боевые действия, а потом начнется серьезная кампания. Где-то, я думаю, мы скорее в июле можем говорить. Павел, подождите, но вы допускаете, что Кремль пойдет на мирный вариант. И вот по каким признакам можно судить, что избран мирный путь? Мы на перекрестке. Можно пойти туда, можно пойти сюда. Если мы увидим, что вместо того, чтобы подготовить новую кампанию, усиливать техникой, людьми, военной структурой, вместо этого пытаются восстановить хозяйственную жизнь в Донбассе, это значит, что принято решение на заморозку конфликта, на деэскалацию. Но это рискованно. Вот как недавно писал в своем исследовании Михаил Дмитриев, это может привести к падению рейтинга Путина, потому что произойдет демобилизация российского общества. И люди будут обращать внимание не на бандеровцев и на западную агрессию, а прежде всего на то, что, значит, с экономикой происходит. И тогда могут быть даже в следующем году протесты. Но тогда они будут, санкции начнут ослабевать. Но и войны не будет. Ну хорошо, вот у нас только что сюжет был. Американские инструкторы готовят наших солдат. Вы же знаете мировой опыт. Сколько времени нужно, чтобы подготовить хорошего солдата? Ну, учить, конечно, надо. Вообще солдата научить можно не так уж много на это нужно времени. Особенно в условиях боевых действий учатся. Те, кто не учатся, погибают. А вот научить командиров, это гораздо сложнее. Вот, скажем, в Израильской армии одной из лучших в мире, солдата готовят 8 месяцев. 8 месяцев, и ты прекрасно подготовленный пехотинец. Спецназовцы готовят дольше, там, 12 месяцев, 15 месяцев. А комбата готовят 10 лет в общей сложности. Хорошего генерала готовят лет 15-20. А главная сейчас проблема, на мой взгляд, в украинских вооруженных силах, не качество подготовки, собственно, бойцов, которые действительно год назад были совсем никакая. А с тех пор улучшилось. С тех пор экипировкой у них стала лучше. А главная проблема в командных кадрах. И причем, в первую очередь, уже проблема именно высшего командного состава. Потому что плохой солдат, ну, сам погибнет, может, товарищей с собой несколько заберет, если он плохо подготовлен. Плохой комбат может погубить батальон, или даже пару. А плохой генерал может погубить целую армию и нацию. Спасибо за ваше мнение. Павел Фельгенгауэр, с нами на связи из Москвы. Независимый военный эксперт, который считает, что новое нападение возможно в июле-августе. Спасибо. И давайте вернемся к тому, что происходит здесь и сейчас. Вот весь эфир мы получаем картинку с Майдана. Напомню, там акция в поддержку крымских татар. Давайте глянем, что на Майдане происходит. Я напомню пока зрителям, что завтра годовщина депортации. Вот эти кадры, дайте их, пожалуйста, мы получаем в прямом эфире. Много людей и киевляне, и те, кто вынужден был бежать из Крыма. Если можно, дайте картинку с площади. Похоже, что события 70-летней давности повторяются. Вот среди тех, кто сейчас на Майдане, кто зажигает свечи, кто выкладывает вот этот силуэт из горящих свечей. Очень много людей и киевлян, и тех, кто был вынужден сбежать из Крыма. И с нами сейчас на прямой связи певица Джамала. Певица, победительница конкурса «Новая волна», но еще человек, который вырос в Крыму. Вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, что происходит? Я думаю, что вы только что действительно поднялись оттуда снизу. Как много людей? Вот какова главная цель того, что происходит сейчас на Майдане? Сегодня акция «Заполы свечку в своем сердце». Это важно, что сегодня собрались здесь не только крымские татары, которые вспоминают своих бабушек и дедушек, и собрались еще и киевляне, которые разделяют это горе, разделяют эту трагедию, которая случилась 18 мая 1944 года. Когда мой папа возвращался на родину, возвращался в Крым, он всегда мне рассказывал об этом. Я помню, что моя прабабушка рассказывала мне, как это было. Назлыхан Жамалядинова 18 мая 1944 года была депортирована из села Кучу-Кузень, ныне это Малреченская, с пятью детьми на руках. К сожалению, одна девочка погибла прямо в вагоне. И когда она попросила, чтобы солдаты разрешили ей похоронить эту девочку по дороге, они ей отказали и выбросили ее из вагона, как мусор. Бабушка, прабабушка рассказывала мне, что самое страшное было то, что за три дня до депортации, до 18 мая, солдаты пришли в их села. И они их встречали как родных, потому что они их воспринимали как мужей, братьев. И они им радовались, они отдавали свои последние запасы, они делились с ними своим домом. И вдруг ночью в 4 утра эти солдаты, как оборотни, сказали им, что у них 15 минут, чтобы собрать вещи. И они, на самом деле, уже зная, что происходило с евреями в то время, они даже не собирали вещи, они знали, что их практически всех расстреляют. И так и было с большинством интеллигенции. На самом деле доехали только самые сильные. Хорошо, что мой дедушка был среди них. Один из мальчиков выжил. Это мой дедушка, который мне действительно рассказывает эту историю из уст в уста. Джамала, я вам очень сочувствую. Действительно, очень трогательная история. Очень трогательная история. Скажите, но ведь почему сегодняшняя дата так важна для нас всех? Потому что в современном Крыму, с теми, кто живет там сейчас, с теми, кто вынужден бежать, происходят похожие вещи. Вот это, наверное, страшно. Не хочу, чтобы убивали. Не хочу, чтобы так относились к людям, как к скоту. Грузили в вагоны. Они не знали даже, куда они едут. Три-четыре недели без воды и без еды. Я бы не хотела, чтобы сейчас подобное происходило в Крыму. Спасибо огромное. Последний тогда вопрос. Что будет завтра? Мы видим сейчас вот картинку на Майдане. Мы видим, что много людей. Но, насколько я понимаю, основные мероприятия все-таки завтра. Еще больше будет людей в Киеве. Основной митинг будет 18 мая. Мне бы очень хотелось, чтобы это был день, когда украинцы и крымские татары почувствовали себя одним народом. Одно горе, одно трагедия. Мы также приходим, когда день памяти голодомора. И также это вспоминаем, зажигаем свечку. Мне бы хотелось, чтобы тоже все киевляне поддержали. Да и не только киевляне. Вся Украина зажгла у себя свечку на окне в память о тех людях, о которых, к сожалению, даже невозможно было похоронить в то время. Завтра будет вечер-реквием в оперном театре, где я также буду принимать участие. Я буду исполнять крымско-татарские песни, авторские песни, которые я написала, вдохновившись событиями. Посвящаю их своей прабабушке, Назлахан Джамалетиновой. Спасибо огромное за то, что присоединились к нам. Ну и спасибо, что помните и храните семейную историю. Я напоминаю, что наши камеры установлены сейчас в центре Киева, на Майдане. Мы следим за тем, что происходит там. Ну вот просто в режиме реального времени очень много людей. Люди приходят и приходят. Я так понимаю, к вечеру будет людей еще больше. Приносят свечи в память о той трагедии, которая была семь десятков лет назад. И которая, к сожалению, ну, немножко в другой форме. Но все-таки сейчас повторяется. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Идем далее и сменим тему. На этой неделе скандал за скандалом на линии размежевания. Там, где начинается неподконтрольная Украине территория. Ну вот официальная статистика всего лишь. За минувшую неделю пограничники рапортуют, что задержали более трех сотен машин. Мол, пытались нелегально перевозить продукты и алкоголь. По объездным путям, мимо блокпостов. Но, судя по всему, эти 300 машин лишь копля в море. Ведь дошло до того, что, ну, только представьте. Губернатор Москаль лично ловил грузовики с контрабандой. Он в сердцах даже в фейсбуке написал. Вот, смотрите. Как же меня достала коррупция наших силовиков. Мол, в местные магазины товары не пропускают. Питание для детей в школах провести тоже не могут. Ну, а контрабанду проводят запросто. Давайте прямо сейчас все вместе в этом разберемся. К нам Сергей Каплин подъехал в студию. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. И Андрей Лащ, наш корреспондент, последние несколько дней был в серой зоне. Он выяснял ситуацию. Дайте с ним связь, пожалуйста. Андрей, ну вот только что мы говорили о той официальной статистике, которая появилась на этой неделе. А неофициально, вот просто по журналистски с камеры, или там даже иногда вот просто снимаю на телефон. Что тебе удалось узнать? Насколько велика проблема вот этой черной контрабанды? Дима, за три дня, что я провел на Востоке, я встретился с десятками людей разных уровней, бизнесменами, военными, водителями, грузовиков и такси. Абсолютно все не знают о том, что при наличии денег и связей товар через линию разграничения провести можно. Многие просто боятся об этом говорить. Поэтому, признаюсь честно, приходилось хитрить, снимать на мобильный телефон. Но, а чтобы попасть туда, где бывают только люди в форме, я тоже надел форму и с добровольцами из батальона Торнадо проехал по маршрутам, где можно встретить контрабандистов. Начали с севера Донецка, были и неподалеку от Золотого, где фуры тормозят сотнями. Нашумевшая история, съездили и на другой конец области, в счастье и Станицу Луганскую. Что, где и почем спрашивал у местных таксистов, они всегда в теме, в курсе всех цен и лазеек, сталкиваются с вымогательством, взятками сами или подвозят экспедиторов до крайних блокпостов. Кстати, как таксисты рассказали, взятку можно дать не только деньгами, хорошо идут овощи и колбаса. Самые лютые блокпосты, там, где надо деньги давать. Такие есть у вас? Смотря что висит в эти продукты, если в водках, там от смены зависит. А их, кто-то слышали, берут килограмма, и 2 килограмма, охрен, процент. Ну, это понятно. Беретка, вот эти тонны, вот эти тонны, по-моему, в Золотом там какой-то блокпост беретка. Да какого-то везли в себе дидер, он говорил. Что-то там отдал. Хочешь, ну, там товар, давай, давай. Ну, даже, по-моему, по телевизору-то пока. Вот, а мы решили показать взятки и провоз товара на блокпостах. Горячая тема сейчас. Судя по сообщениям СМИ, в последнюю неделю две гайки, что называется, закрутили, задерживают многотонные грузы с контрабандой, арестовывают нарушителей. Вот я и решил проверить, действительно ли что-то изменилось за это время. В принципе, ничего. Просто силовики и чиновники усовершенствовали схему. Десятки тысяч гривен наличными теперь никто не платит. Все по безналу. Или же впереди колонны, которые движутся в заданном направлении, и в нужное время едет машина. После непродолжительных переговоров десятки фур проезжают через блокпосты без досмотра. Я встретил удивительного человека, который был свидетелем всему этому и согласился открыто рассказать, что реально творится. Батарит от 3 до 20 гривен за килограмм. На блокпостах, по большому счету, деньги сильно никто не берет, потому что оно все оседает в карманах, опять же, наших генералов. Нам же, как милицейским подразделениям, бывало такое слово, как приказ. Пропустить ту или иную машину. А иногда просто отворачиваться в сторону и не замечать, когда идут эти караваны, этих машин. С одной фуры прохода мясом, пускай даже 10 тонн, собирается 30 тысяч гривен. Мы увидели уже, как было остановлено 168 машин на одном пропускном пункте. Пожалуйста, посчитайте экономику. Это в районе, по-моему, около 5 миллионов гривен. Это только суточный проезд. Андрей? Да, Дима, я готов буду участвовать в дальнейшей дискуссии. Да, спасибо большое. На самом деле, что просто это не были факты, о которых мы вот так прикричали, ничего не произошло. Мы вас пригласили. Хотелось бы с вами это обсудить. Ну, смотрите, что происходит. Люди в открытую называют цифры. Говорят о миллионах гривен, говорят о взятках и поборах. Ну, милицейские подразделения там стоят. В принципе, это же в сфере ведения милиции, которая, по идее, должна с этим всем бороться. Вы должны понимать, что для нашей страны это складыва культуры. Контрабанда есть по этой меже, контрабанда есть по кордонам с другими странами. И, честно говоря, у меня великое надеяние, что с приходом нового руководителя государственной службы именно с контрабандой начнется серьезная борьба. Я точно знаю, в стране существует целый класс контрабандистов, которые работают то с одной стороны, а потом с другой. И сегодня эти контрабандисты, каждый из которых мультимиллионер, смеется с простого украинского гражданина. Смеется с ценностью идеалов революции. Смеется и высмеивается с загиблих на Майдане. Сьогодні в стране, за висновками, знову ж таки, рабочей группы, которую очоляет Борислав Береза, и которая завершила и продолжила свою работу, в стране сформировано целую мафию премьера. Родичи, одноклассники, однокурсники, побратими по колишній партії, попередній партії, нинішній партії, які грабують країну щорічно на оборудках, наприклад, в Одеському наслопроводному заводі. Два мільярди гривень. На газу, який потрібен був, який необхідно було передати простим українським громадянам, але передали олігархам, які спосурували партію Яценюка на виборах. Два мільярди гривень. І ці неймовірні десятки мільярдів гривень осідають в кишенях під креслею мафії Яценюка. Я готовий відповідати за свої слова. Прийшов час, я бачу, ставити серйозне питання про здатність, дієздатність цього парламенту. Якщо парламент не може прийняти рішення, елементарне, законне, традиційне рішення про створення тимчасової слідчої комісії, тоді про яку війну з корупцією, про яку говорив Яценюк на своїх президентських виборах, можна говорити. Тому висновок, нічого не буде. Сьогодні йде війна олігархів проти простих людей всередині країни. Олігархи знову через своїх посіпак у прем'єрських, в тому числі, кріслах, намагаються очолити всі корупційні схеми в країні. І наше завдання сьогодні простих українських людей, разом із здоровою частиною народних депутатів України, політиків, в парламенті, за його межами, самоорганізуватися і дати бій цій олігархічній гідрі, яка сьогодні перефарбувалася у інші кольори, яка знову продовжує робити те, що робив Арбузов з Азаровим, з Януковичем. Так, давайте так, ви кажете, що це схеми, не тільки контрабандні на рівні тих, хто нею займається, а схеми на рівні держави. Андрей, ти ісшиш нас, да? Ти слідиш за дискуссией. У мене к тебе дуже простой вопрос. А вот то, о чому ви щас говорили з нашим гостем, є ли підтвердження не просто конкретних корупційних фактів, коли щось допомагають, а говорять ли люди о том, що налажен якийсь приступний бізнес, що це больші приступні схеми, серйозні приступні схеми на рівні держави в тому числі? Євки такі примери? Дима, у мене є ще одне дуже важливе допоміння. Пока вислеживав контрабандистів з продуктами, узнал, що на підконтрольну частину Луганської області уголь завозиться із непідконтрольного Луганска, як правило, ночі. Тобто, черна економіка хорошо работает в обе сторони. Я про це говорив на попередніх ефірах. Ви знаєте, що я звернувся до генерального прокурора з вимогою порушити провадження щодо дій уряду. А прем'єр несе згідно з законом України по Кабінет Міністрів України персональну відповідальність за те, що в уряді відбувається і за кожного окремого міністра. Так от, порушити провадження на предмет державної зради, на предмет фінансування тероризму. Тому що у такий спосіб, через таку контрабанду, і фінансується тероризм на Сході. Виходить ситуація... А про ці факти, про які Андрій зараз сказав, які він бачив своїми очимами, є документальні підтвердження? Так, звичайно, є документальні підтвердження, є відеозйомки, є відповідні звернення, є відповідні матеріали, які у вигляді силок інших, у іншому вигляді передання в Генеральну прокуратуру. І пройду терміни, за якими генпрокурор має мені відповісти, я буду вимагати їх оприлюднення, я буду вимагати початку цих проваджень. Це надзвичайно серйозні справи. Тому що ми говоримо про те, що негідний Путін фінансує сьогодні Донбас, але ми нічого не робимо для того, щоб упередити фінансування у такий непрямий спосіб терористів на Сході. І за ці гроші купуються потім зброя, і за ці гроші вбивають наших хлопців. Це надзвичайно серйозні питання, які треба ставити. Так, Андрій, ти бачив ті поїзи з угодом, які йдуть з оккупуванних територій на Україну? Ті гроші, які перечислені з України туди? Ті гроші, за які, можливо, з'оруження буде куплено? Дима, дінек я не бачив, але удалось зафіксувати на мій телефон, як їдет поїзд і к нему вцепляють вагони. Ну і ми можемо це посмотреть. Забувало вас уточнить. Ось ця бетка, вона йдет с... Ну, це щас огородне. Ход станції, де поїзд стоїть. Це огородне. Так. І пошла далі, там на стані. На Кондрашовку. Потім Станиця, потім на Луганській. А вигляді оттуда вже прийшається? Оттуда, да, да, да. Там вже ж СЛНР вроде вигляд. Ну, да. Одна-две виглядки в день йдет. Ну, а в составі где-то 53-55 вагонів. Ну, считай, по 70 тонн група беремо. А как бороться? Всім боротися може Служба безпеки України, всім може боротися Генеральна прокуратура. Але я вірую в перемогу лише в одному випадку. В попередньому сюжеті Павел говорив про те, що гарного генерала треба виховувати 15 років. Комбати 10 років. Уявіть собі, скільки і в яких умовах треба виховувати бездоганного прем'єра. Ще раз хочу зазначити. Доки в країні до влади не прийдуть в уряді технократи, які не збираються в президенти, які не збираються в депутати, а які збираються себе вписати в історію країни, як людина, яка зробила диво, економічне диво для простих людей, у цій країні навіть не почнуться ніколи реформи. Тому ми можемо писати купу запитів. Ми можемо з вами провести і реалізувати сценарію отаких передач десятки. Все одно треба щось робити. Нам треба говорити про це. Вам треба діяти на ударі. Я починаю після зустрічей в окрузі, коли тисячі людей, після моїх поїздок подрудових колективів, коли десятки, сотні тисяч людей просто в паніці від того, кому взагалі можна залишилося вірити, і вже не просто якісь догани, не просто якісь, знаєте, некрасиві слова, а часом і просто такий хороший український мат. Уже просто відчай і сльози від обурення, що дитина цієї людини не має завтрашнього дня, а ця матір чи батько просто не може спокійно заснути. І я собі задаю питання. Хто це має робити? Звичайно, парламент, який призначає уряд. Чи є той парламент, який сьогодні може реально призначити технократичний уряд не після торгів і спекуляцій, а виходячи з необхідності, здорового глузду і ідеалів служіння своєї нації? І я розумію, що нема. І я хочу вам сказати, що цей парламент почав час відліку до свого переобрання. І це повинен бути новий закон. І я не маю сумніву, а зроблю вам прогноз. В наступному парламенті може так статися, що із тих п'яти чи шести партій, які в ньому проставлені, може залишитися одна або дві. Нас чекають дуже серйозні перезавантаження. І якщо ми раптом не дозволимо людям знову провести вибори, люди придуть зброю і ці вибори самі проведуть. Пане Капліне, давайте зробимо так. Не будемо чекати перевиборів, не будемо чекати нового парламенту, скільки б там партій не було, скільки б нових обличчя не було. Ну, дійсно, потрібні нові обличчя. Але це вже питання там майбутнього. Я вас прошу, є координати нашого кореспондента? Просто візьміть це під контроль. З цього приводу буде мій депутатський запит, а я хочу вас попросити тут, щоб ви прямо присягли тут, давати мені необхідний час, щоб ми цю тему серйозно висадили у засобах маслої інформації. Тому що це тема номер один. Ви у нас дуже часто в ефірі. Я вам вдячно ще пришли. Я благодарю Андрея Лаща, який був з нами на связі. І напоминаю, що весь цей день наші камери установлены на Майдане. Ми следимо за той акцією, трогательной акцією, пам'ять о депортации крымських татар. Якщо є можливість, дайте картинку, що там щас происходит в ці минуты. А я напомню, що в цей часі ми обязательно поговоримо з участниками акції, з тим, кому є, що сказати, є, що розказати. Ну, і ще узнаемо, що на самом деле происходит сейчас в Крыму. Тому що це куда більше важливо, ніж та історія, яку ми вспомінаємо зараз. Історія повторяється, і в Крыму зараз не все в порядку. Продовжимо після короткої реклами. Ровно через 8-9 минут. Підробності недели. Смотрите далі. Долгая дорога в Крым. Три с половиною часа ожиданий, проверок, і ми пересекли границю. Наші їдуть туди, обратно їдуть кримчане. Ну, в основному, з України почти все. Новий маршрут через две границы освоїл Руслан Сміщук. Шок і трепет. Европейський взгляд на донбасський конфлікт. Я був журналистом долгие годи, я був немало вооружённих конфліктів. Ну, це ужасно. Без дому і без Родини. Третье поколення, по сути, в згнані. Десятки лет скитаний. Крымські татарі – гости нашій відкритій студії на Майдані. Подробності недели смотрите прямо сейчас. Долгая дорога в Крым. Три с половиною часа ожиданий, проверок, і ми пересекли границу. Наші їдуть туди, обратно їдуть кримчане. Ну, в основному, з України почти все. Новий маршрут через две границы освоїл Руслан Сміщук. Шок і трепет. Европейський взгляд на донбасський конфлікт. Я був журналистом долгі годи, я був немало вооружённих конфліктів. Ну, це ужасно. Без дому і без Родини. Третье поколення, по сути, в згнані. Десятки лет скитаний. Крымські татарі – гости нашій открытій студії на Майдані. Це подробності недели. Вторая частина программа. Ми в прямому ефірі. І начнём. Начнём с ситуации на востоке страны. По данным штаба АТО, последні сутки непрості. Трое бойців погибли. Под Светлодарськом їх счастье. 17 ранені. Кроме того, офіціально підтвердили факт задержання двух российских военнослужащих. С ними сейчас работають оперативники. По предварительной информации, це розвідчики із российського ГРУ. І нескільки часів назад, околопопасний воєнний автомобіль подорвався на фугасі. Погибли один воєннослужащий і трое волонтёров. Новости приходять. І з Крима там началось строительство моста через Керченський пролив. Местні жителі в соціальних сетях просто постять фотографії. Строїна техника знаходиться на окраїні Керчі. Тільки непонятно, це реальний проєкт чи все-таки показуха. Дело в тому, що цей проєкт рассматривався ще в совєтські рівня. Але даже тоді від сооруження моста відказалися. Відь його длина 19 км і стоїмость астрономічна. Минимум 200 млрд руб. І навіть якщо подстроят, видержат ли мост каприза природи? Більшій вопрос. Відь поки що навіть паром на оккупуванний полуостров ходить нерегулярно із-за штормів. Але в останнє час цей маршрут вже не туристичний. Те, хто живе на Донбасі, увозят цим маршрутом своїх дітей, увозят їх від войни, проводя в дорогі до соток, а то і більше. Руслан Сміщук об цьому. Симферополь – столица Крима. Сейчас тут начинається курортний сезон, съїжаються туристы. Ну а ми попали на полуостров по самому необычному маршруту. Донецк, раннее утро, но город уже не спит. Це автостанція «Крытый рынок». Отсюду стартують пригородні маршрути. Євні международні, наприклад, на Ростов. Ну а ми отправимося в Крим. Це на Крим? Да. Отлично. Автобус небольшой, але комфортний. Билеты купили зарані в турагентстві. Ціна демократична – 900 гривень или 1800 гривень. В ходу тут обе валюты. Но ажиотажа нет для Донецка сейчас. Це огромні гривень. Вот Владимир сказав, що ориентировочне время путешествия 20 часів. Але насправді все зависит от границей і от пересечення Керченської переправи. Якщо там буде очередь, можна завистати. Пока ми, в принципі, їдем быстро, без проблем проїжджаємо блокпосты. Спустя час починаємо знакомитися. Оказывається, мої попутчики їдуть в Крим не на віддіх. Я йду, ведуть, вже работаю вже год. За вас там місяця роботаю. Помагаю восстанавливати кранцію. З'їздила домой. До пункти получу пенсію. Тривозвращаюсь. Діти, мнуки зараз відбувалися просто. Все пассажиры бегут от войны. Она на Донбассе повсюду. В коротких перекурах у дороги. Нет, это не пожары, это снаряды. Это что мы, шахтерская? Ой, нет, шахтерская, да? Шахтерская, это шахтерская. Шахтерская, да, это в том году шахтерская. В пейзажах за окном. В Степановке было больше тысячи людей, а сейчас человек 30 проживает. И даже в кино. Киносеанс прерывается, мы подъехали к границе. Водители нервничают, пассажиры волнуются. Нам выдали миграционную карту, как и всем пассажирам. Сейчас мы будем заполнять и после этого пересекать границу. Пропускной пункт Мариновка не самый популярный. Еще и будний день. Перед нами несколько легковых машин. И автобус. Сейчас мы пересекаем границу. Снимать на самом пункте пропуска запрещено. Это уже длится больше часа. Причем нельзя сказать, что очередь какая-то особо большая. Просто пограничники очень тщательно проверяют автомобиль. И опасаясь, что он в первую очередь с кандидатом может попасть в оружие. Три с половиной часа проверок, ожидания. И вот мы пересекли границу. Впереди Ростов. До него что-то около ста километров. На радостях нам даже кино поставили. Кино меняется и в салоне, и за окном. Пассажиры после прохождения границы успокаиваются, устраиваются поудобнее. Бывалые путешественники достают подушки. Очень долго ехать, а надо голову фиксировать, так как я больной человек уже, не молодой. Пока Виктор за рулем, его напарник отдыхает. Ну, раньше по Украине ездили только. А сейчас, видите, пропускала везде, везде не пускают. Вот приходится теперь ездить через всю Россию. Одни наши едут туда, обратно едут крымчане. Ну, в основном с Украины почти все. Мало россиян, конечно, наверное. С поездки один-два такого всего россиян, а все остальные Украины. Уже ночью подъезжаем к порту Кавказ. Тут такая вторая значительная точка, паромная переправа. И мы, наконец-то, до нее практически добрались. Сейчас посмотрим, сколько мы будем стоять в очереди. А может быть, нам повезет, и мы вообще без очереди переправимся через Керчицкий пролив. Задержаться здесь можно как на час, так и на целый день. Особо были километровые очереди. Даже в это время были километровые? Ну, в прошлом году. Летом, да, были очень, очень большие. Особенно, когда бегом сидели. Плавать не умею, боюсь. Провод. Сидеть в автобусе уже совсем тяжко. Поднимаемся на верхнюю палубу. Час ожидания, и мы на пароме. До Крыма осталось совсем чуть-чуть. Вот те огни, это уже Керченский порт. Всего несколько километров, и мы будем на полуострове. Разговоры стихли, кино больше не показывают. До Симферополя автобус уснул. Но выспаться ни у кого не получилось. Приехали рано утром, еще затемно. 20 часов пути, и мы на месте. Хотя, как говорят водители, это еще хороший результат. Сейчас в Симферополе глубокая ночь, на улице редкие прохожие. Привычные мобильные операторы не работают даже в роуминге. Мы попытаемся найти ночлег, а дальше будем думать, как отсюда выбираться. Ну вот такая история крымская. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что Крым украинская территория. Этой позиции всегда придерживается и наше государство, и многие наши зарубежные партнеры. Как живет сейчас в Крыму, будем говорить. С теми, кто оттуда вынужден бежать. Я напомню, что наши камеры установлены на Майдане. Если можно, дайте просто картинку. Мы еще раз напомним, что сейчас там очень много людей. Люди приносят свечи, люди вспоминают годовщину депортации крымских татар. Ну и говорят, что им сейчас в оккупированном Крыму очень-очень сложно. Ну вот, собственно говоря, да, слева вы видите то, что сейчас происходит. Много свечей, много людей об этом событии помнят и о происходящем в Крыму говорят. Сменим тему. На этой неделе было очень много международных визитов и встреч, но вы только вспомните. Керри Лавров, Порошенко Меркель, Виктория Нулан была в Киеве. Уже завтра переговоры в Брюсселе, через несколько дней саммит в Риге. Внешнеполитическая активность такая серьезная, что возникает ощущение, мол, неспроста. А в социальных сетях тем временем вы видели уже бьют тревогу, мол, нас сливают, вот украины отворачиваются ее партнеры. Вот так ли это? Есть ли основания так говорить? Давайте прямо сейчас разберемся. У нас есть такая возможность. У нас на связи журналисты из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя. Это Карина Орлова, Татьяна Луганова, София Гордиенко. И с нами на связи из МИДа, посол по особым поручениям Дмитрий Кулеба. Мы сможем узнать позицию нашего МИДа. Если можно, давайте начнем с Вашингтона. Карина, та новость, которая взбудоражила всех нас о том, что в администрации Обамы, ну, не было официального заявления, но было заявление со ссылкой на источники, намеренно наложить вето на решение Конгресса о выделении военной помощи Украины. Ну, там, решение более широкое, связанное с бюджетом, но, тем не менее, предполагается выделение военной помощи Украины. Прокомментируйте, что об этом известно, что об этом говорят в Вашингтоне. И давайте вместе разбираться, почему такое решение принято. Пожалуйста. Да, Дмитрий, главные политические события в США, которые в ближайшее время будут влиять и на Украину, на этой неделе происходили здесь, на Капиталистском холме. Палата представителей бросила вызов президенту Обаме и одобрила военный бюджет страны на 2016 год в размере 612 миллиардов долларов. Из них 200 миллионов предлагается потратить на поддержку Украины, в том числе на возможные поставки оборонительного оружия Киеву. Между Конгрессом и президентом США развернулась настоящая битва. Обама пригрозил наложить вето на военный бюджет, но Палата представителей не просто одобрила законопроект. Помимо республиканцев, запроголосовал 41 демократ, пойдя против политической воли Обамы, который, впрочем, намерен бороться до конца и все равно витировать закон. Таковы на настоящий момент последние новости из Вашингтона, как сообщает издание «Духилл» со ссылкой на источник в администрации президента США. Жесткая позиция Обамы в отношении военного бюджета немедленно вызвала разговоры о том, что Америка отворачивается от Украины. Эти опасения усилил и визит госсекретаря США Джона Керри в Россию и его встреча с Владимиром Путиным в Сочи. Но и эксперты, и пресса здесь, США, говорят об этой поездке примерно одинаково. Джон Керри поехал в Россию, но получил только картошку. Добавлю, что на самом деле не только глава российского МИДа Сергей Лавров презентовал американскому коллеге еще и краснодарские помидоры. Но если говорить серьезно, то единственным результатом встречи Керри и Путина пока можно назвать только сам факт этой встречи, которая, к слову, состоялась по инициативе США, что снова дало почву для разговоров о том, что Вашингтон задает Киев и не намерен поддерживать его финансово и оружие. А пока Капитолий бьется за военный бюджет с Белым домом, новую попытку найти возможность разговаривать с Владимиром Путиным будет искать в Москве помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. В российскую столицу она прибыла из Киева. Важный месседж, который прозвучал там накануне, США готовы более глубоко участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе. Однако, о чем именно идет речь и подразумевается ли расширение существующего нормандского формата, в Вашингтоне не уточняют. Но, очевидно, формы этого участия будут зависеть в том числе и от ближайших переговоров Нуланд в Москве. Дмитрий? Коллега, спасибо большое. Ну вот так ситуация выглядит из Вашингтона. Дмитрий, вы с нами, вы слушаете наш диалог, да? Пожалуйста, прокомментируйте. У меня есть, в общем-то, два главных вопроса, если можно коротко. Ну, с одной стороны, вот что означают слова госпожи Нуланд о том, что Соединенные Штаты будут более глубоко участвовать в решении украинских проблем? Ну, и самый главный вопрос, который наверняка, вот мы слышали, включение из Вашингтона, очень у многих зрителей возник. А неужели действительно Вашингтон от нас отворачивается? Добрый вечер, я дякую за запитание. Знаете, у нас присутствует какой-то алогизм в реакции на эти события, потому что за последний месяц я особо и мои коллеги неодноразово чули от украинских журналистов, экспертов, просто людей, которые интересуются внешней политикой, что Соединенные Штаты должны активно включаться в процесс регулирования, что их роли бракуют, что без них мы не впорываемся. Но сегодня Соединенные Штаты действительно активизировали свои усилия, и все начинают сказать, что это зрада. То есть, нужно понять, чего мы хотим и как мы принимаем роль США. Про никакую зраду сейчас вообще не идет. И нужно понять очень простую вещь. Сейчас сдать Украину означает для Захода также сдать и свои интересы, потому что то, что Россия сделала относительно Украины, это общественная проблема, это не только история одной страны. В этом плане нет каких-то хвилюваний или переживаний. А что касается более активного заключения, в чем оно полегает, то в общем, в устье. Даже эта чиновниковая дипломатия, которую сейчас начинала паня Нуланд. То есть, что у нас из Киева еде в Москву. Абсолютно. Само так. Это уже элементы безпосреднего диалога, когда можно искать решения и выходить на конкретные позитивные кроки. Какие должны относиться, я наголошу, к выполнению минских договоров. Ну, вы знаете, про выполнение минских договоров. Как раз в Берлине были перемены. Давайте мы Татьяну Лугунову услышим. Татьяна Лугунова, наш немецкий корреспондент, следила всю эту неделю за происходящим, в том числе и за визитом Петра Порошенко в Берлин. Танюш, какие новости оттуда и вот что сегодня, по прошествии нескольких дней после визита главы государства, пишет немецкая пресса? Пожалуйста. Дим, ну если говорить о Германии, то я бы сказала, что сейчас именно она главный партнер Украины в Европе. Ну и, конечно, посредник в урегулировании конфликта на Донбассе. На этой неделе в Германии принимали украинского президента Петр Порошенко, летал в Ахен, там вручали престижную международную премию Карла Великого. Но первым делом до Ахена заехал в Берлин в гости к Ангеле Меркель. Канцлер, которая за пару дней до этого встречалась в Москве с Путиным, наверняка обсудила с Порошенко результаты этих переговоров и услышала позицию Киева. Что хотелось бы отметить. Меркель и Порошенко встречались за закрытыми дверями, не давали пресс-конференции, но сделали короткие заявления для прессы. И что интересно, лидеры говорили в унисон, на разных языках, подбирая разные слова. Но смысл был один. Минские договоренности пока не выполняются, но это единственный путь к миру. Нужно добиться полного прекращения огня и обмена пленными, уже потом приступать к политической части договоренности. Из чего эксперты и журналисты сделали такой вывод. Германия намерена и дальше поддерживать Киев, не будет менять свою позицию по отношению к Москве и остается приверженцем нормандского формата. Впрочем, и от Украины ждут действия именно экономических реформ и борьбы с коррупцией. Впрочем, в Берлине этого никогда не скрывали. Дима. Спасибо большое. Дмитрий, а как Вы прокоментуете заяву Меркель про то, что она является посильницей нормандского формата? Дуже много кто, и там из политиков, из экспертов, даже из людей, говорит, что требуется, чтобы американцы тоже учились, чтобы не только европейцы были за столом переговоров. Насколько это реально? Впрочем, никто не против, но нужно понимать, что процесс переговоров с Россией, процесс регулирования, он много ревневый. Есть нормандский формат, есть формат двусторонних контактов, есть встреч в рамках тристоронней контактной группы. То есть эффективность, на самом деле, не от того, в каком формате встречаются лидеры или представители государства, а в том, в каких результатах они достигают. И мы видим, что Соединенные Штаты, даже не входя официально в нормандский формат, тем не менее, играют очень важную роль и готовы к ее подальшему посилению. Спасибо. И давайте еще с Брюсселем поговорим. Там моя коллега София Гордияенко, она следила не столько за тем, что писали об Украине, потому что поделилась со мной перед эфиром, что писали мало. Она следила за той реакцией европейских политиков, европейских журналистов на события в самой Украине. София, тебе слово, пожалуйста. Дима, европейская пресса на этой неделе об Украине молчит, как и европейские политики. Ну и правда, а что тут скажешь? Слова поддержки уже сказаны не один раз. Напоминание о том, что пора заняться реформами, тоже сделано давно. В Брюсселе своих проблем тьма. Греция, миграция, налоговые скандалы. Единственное, о чем не устают здесь напоминать, причем как Киеву, так и Москве, это соблюдение режима прекращения огня. Франсуа Аланд, например, просил об этом Петра Порошенко во время короткой встречи на этой неделе. Также генсетк НАТО в понедельник напомнил, что Москва несет особую ответственность за нарушение перемира, обструкцию наблюдателей и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Но что хочу отметить, здесь в Брюсселе журналисты все чаще пишут о том, что украинские власти за разговором о войне прячут то, о чем стоило бы сказать. Это отсутствие реформ и весьма скромные результаты работы. Звучит очень странно, когда наш премьер-министр, общаясь на этой неделе с журналистами французского издания Le Monde, очень авторитетного, кстати, пожаловался, что реформам мешает отсутствие политической воли. В Европе удивляются, это критика с его стороны или самокритика. И давайте не забывать, что европейцы, они ведь живут не в какой-то параллельной реальности. В Киеве работает немало экспертов ЕС. ЕС же выделяет нам деньги, и они прекрасно понимают, что ситуация в стране нелегкая. Но, тем не менее, реформы и в таких условиях возможны, и на них продолжают настаивать. Дима? Спасибо, София Гордиенко из Брюсселя. Дмитрий, но вы единственный представитель власти у нас сейчас в студии. Вам за правительство отдуваться. Я хотел бы переадресовать вам те вопросы, которые возникли у брюссельских журналистов, и не только у брюссельских. Наверняка многие из нас читали «Зеркало недели». Вы, может быть, видели этот номер. Вышла статья Рахманина, все ее обсуждают. Главный месседж, мол, Запад от нас устал, риторики много, мало реальных дел. Вот вы на себе, ваши коллеги, послы, которые работают в европейских странах, вы почувствовали вот этот конкретный месседж, что, ну, давайте не тянетесь реформами. Есть ощущение недовольства, может быть, неудовлетворенности, может быть, уже даже раздражения определенного? Или это спекуляции? Вот как вы ответите? Вы знаете, я начал интересоваться политикой, учаясь в институте, из первого курса, и с тех пор постоянно читаю про втому от Украины. Втомлются, втомлются, но никак не втомлются настолько, чтобы нас оставить на призволящее. Нема никакой втомы от Украины. Есть нормальный рабочий процесс с своими сложными, с своими достижениями, с своими достижениями. Безсумненно, есть дискуссии, и эти дискуссии должны быть для того, чтобы рухаться вперед. Есть разные оценки. Но давайте вспомнимо официальную оценку реформам, которая была надана в заключенном документе, ухваленном за результатами саммита Украины-ЕС буквально пару недель тому. Там было написано, что Европейский Союз вітае, вітае, впервые это было написано, початок реформ. И потом было еще перераховано список ключевых реформ, которые нужно обязательно имплементовать. Ось это и есть позиция. Не можно сказать, что реформ нет. Реформ есть. Но они должны быть еще большими. И я думаю, что в этом плане позиция украинских граждан, и моя особистая гражданская позиция, полностью сбегается с европейской. Мы видим, что влада что-то делает в плане реформ, но мы все хотим, чтобы их было больше, и наша страна стала больше эффективной. И я, особенно, как государственный службовец, тоже над этим работаю. Дякую за ведверту витповедь. Коллеги Берлин, Брюссель, вам доброго воскресного вечера. Вашингтон, вам доброго воскресного дня. У вас 7 часов разницы, еще целый день впереди. Дмитрий, спасибо большое, что к нам присоединились, что все были с нами в прямом эфире. Продолжаем. И вот свежее сообщение приходит из России. Виктория Нуланд, которая побывала в Киеве, о визите которой мы только что буквально говорили, сегодня уже в Москве. Основные переговоры у нее пройдут завтра. И в тема, что сделать, чтобы минские соглашения все-таки стали реальностью. Ну, что интересно, помимо представителей власти, Нуланд проведет неформальные встречи и с активистами, и с оппозиционерами. Ну, точно так же, вот по этой же схеме она действовала в Киеве. Она встречалась не только с руководством страны, но и с оппозиционерами. В частности, с Сергеем Левочкиным, зампредом парламентской фракции оппозиционного блока. Политик с нами сейчас на связи. Вечер добрый. Добрый вечер, Дмитрий. Скажите, ну вот если говорить о том, как двигаться дальше, как достичь мира, аргументы власти, они представлены очень широко. А в чем ваша позиция заключается? Оппозиционный блок считает, что власть предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы имплементировать Минские соглашения. Коалиция войны голосует в парламенте законы, которые еще больше раскалывают общество. В то же время мы благодарны нашим партнерам Германии, Франции, Соединенным Штатам Америки за то, что они поддерживают нас в сохранении территориальной целостности Украины, в проведении необходимых дипломатических переговоров и реформ, направленных на достижение мира на Донбассе. Оппозиционный блок требует немедленной децентрализации власти и соответствующих изменений Конституции. Это нужно не только для того, чтобы достигнуть мира на Донбассе. Это нужно для каждой области Украины. Люди должны сами решать, куда и сколько направлять принадлежащим им в местных бюджетах средств. Люди сами должны решать, на каком языке говорить. Люди сами должны решать, какие памятники им строить. Но страна при этом должна оставаться единой, целостной и сильной. Спасибо за ваше мнение. Сергей Левочкин был на связи со студией «Подробности недели». Из высоких кабинетов на передовую и на Майдан. О ситуации в зоне конфликта в европейских столицах говорят много. Ну, вот только что мы с вами это обсуждали. Но в основном судят-то европейцы по сухим и не всегда объективным отчетам. Или вот по теленовостям. Но сейчас все больше людей, которые решают разобраться в происходящем в Украине лично. Но только представьте, депутат Европейского парламента Марк Демисмакер вылетел из Брюсселя, вылетел в Мариуполь, а затем в Киев. Решил просто поговорить и с властями, и с обычными людьми. И разобраться в происходящем самому. Наши корреспонденты видели каждый его шаг. В этот двор попало шесть снарядов Града. Воронка прямо на детской площадке. И вот еще одна посреди этого стадиона. Еще и в 9 утра, специально, когда все люди еще дома, и жертв будет очень много. Я здесь, чтобы посмотреть, что происходит, и рассказать об этом Европе. И в первую очередь я попытаюсь объяснить, что люди здесь страдают, что Украина жертва агрессии, что украинцы сражаются за свою страну, свою территорию, а также за всю Европу, за всех нас. Вот что европейцы должны понять. Только сели покушать. И прилетел к нам снаряд. Он залетел через крышу? Да, да, через крышу. Загорелось она чердаке, загорелось сразу. Им довелось пережить такую страшную атаку. Это возмутительно, что боевики стреляют по мирным жителям. Европейский союз – это проект мира. Моя мама часто вспоминает Вторую мировую войну. Она тогда еще была ребенком. Мой дедушка, когда еще был жив, часто вспоминал Первую мировую. Каждое поколение в моей семье переживало войну. Я первое поколение, которое не знает, что такое война в моей стране. Это Широкино, село с мирными жителями. И почти каждый день здесь происходят уличные бои между российским агрессором и украинской армией. Люди буквально живут под огнем. То, что мы видим здесь – это новые следы обстрелов. Эти воронки появились уже после Вторых Минских договоренностей. Перемирия нет. Люди продолжают гибнуть. Что мы точно понимаем, так это то, что боевиков поддерживает Россия. Это уже задокументировано. Дни Европы в Киеве. Очень символично, что мой приезд совпал с этим праздником. Вот все европейские флаги – Германии, Швейцарии, Португалии. Кроме моего родного, сейчас поищу бельгийский. Итальянский, Юнион Джек в Великобритании, цвета Австрии, Греции. А вот и он – мы часть этого киевского праздника. О, посмотрите сюда, очень красиво. Украина уже европейская страна. К тому же она высказала намерение стать членом Европейского Союза. Конечно, это долгая перспектива, ведь еще слишком много всего нужно сделать. Много реформ и изменений. На это потребуется время, но вы уже в пути. Шоколад? Откуда этот шоколад? Это украинский? Я из Бельгии. Там самый вкусный шоколад. Отличный шоколад. Он такой же вкусный, как и бельгийский. Видите, как у нас много общего. Очень хорошо, что украинский флаг по центру. Кстати, он очень красивый. Когда у нас будут такие депутаты, стройные, человечные, любящие всех, народ любящие. А у нас как депутат, как вот такое вот пузо, вот такие песни на этим самым, машина. У вас уже есть такие в парламенте, новое поколение, много молодежи выбрали. Но много новых людей, которые были выбрали. Настоящие европейцы! Раз жизни такой! Возьми! На следующей неделе я буду в Брюсселе, выступлю в Европарламенте, на дебатах по восточному партнерству. И благодаря тому, что побывал на востоке Украины, говорил с солдатами, с обычными людьми, мое выступление будет очень убедительным. Даже в Европарламент просачивается российская пропаганда, и таким способом мы с ней там боремся. Главное, не разочаровывайтесь. Да, не все получается сразу, реформы идут медленно, может даже слишком медленно, но нельзя сдаваться. И вы, и мы не должны сдаваться, нужно идти тем путем, который вы начали здесь, на Майдане. Ну вот на самом деле, очень оптимистично закончил евродепутат поездку в Украину. Ну, и когда ему и его коллегам придется когда-нибудь, я верю в это, голосовать за то, чтобы наша страна стала частью ЕС, я уверен, что, по крайней мере, один голос за вот благодаря этой поездке, благодаря тому, что человек видел все своими глазами, уже есть. Далее, возвращаемся к тому, что происходит здесь и сейчас, на Майдане. Последние несколько часов собираются люди, приносят свечи, вспоминают события 70-летней давности, когда Сталин выселил крымских татар из своих домов. Ну, и о свежей статистике говорят. За время аннексии Крыма оттуда выехали 35 тысяч украинцев, более 20 тысяч из которых крымские татары. И снова наша вторая площадка, Майдан. Вы видите, что сейчас происходит много людей, свечи, вспоминают события того времени. И у нас на связи есть сейчас с Майдана в прямом эфире Томила Ташева, координатор движения КрымСОС. Томил, вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, что можно сделать? Вот страшная цифра, которую мы сейчас увидели в статистике, более 20 тысяч человек уехало. А что можно сделать для этих людей? И на самом деле, у всех ли у них складывается жизнь в Украине? У всех ли их вот так с распростертыми объятиями принимают? На самом деле, принимают не с такими же распростертыми объятиями. К большому сожалению, крымские татары вынуждены покидать Крым, потому что это самая объединенная группа людей, против которой ведутся активные такие преследования. Помочь мы можем многим. На самом деле, мы можем помочь добрым словом. Можем помочь тем, чтобы принимать этих людей в своих уже домах на материковой части Украины, помогать им с бизнесом. От государственных структур, конечно же, мы ожидаем того, чтобы они максимально помогали тем людям, которые выезжали из Крыма. Ну и, конечно же, должны постоянно доходить месседжи до Крыма о том, что Крым – это Украина, о том, что мы о вас не забыли, что мы обязательно будем возвращать Крым в состав Украины. Тамиловна, вот вы говорите такую фразу «мы от государственных структур ожидаем». А есть уже конкретные шаги, вот что-то, что уже сделано? Потому что, ну, времени-то очень много прошло. Это же не события, а там месячные или двухмесячные давности. Огромный период, огромное количество людей. Фактически, с времени оккупации прошел уже год, уже чуть больше года. Конечно же, что-то есть хорошее, что делают. Есть что-то плохое делают. Однако, крымские татары ожидают от материковой части Украины, от государственных служащих того, чтобы была конкретная стратегия возвращения Крыма в состав Украины. Однако, пока еще такой точной стратегии, конечно же, мы не видим. Ну, относительно крымских татар и других украинцев, которые вынуждены были покинуть Крым. Государственные структуры делают и программу адаптации относительно крымских переселенцев. То есть, что-то делается, однако, хотелось бы, чтобы это было намного активнее. Намного активнее что? Вот очень простой вопрос. Я ничего не слышу. Вы слышите меня? Пропал звук? Микрофон упал. Микрофон упал. Тамила, огромное спасибо, что были с нами. Ну, мы в прямом эфире, все бывает. Давайте еще раз поблагодарим нашу гостью и дадим Майдан, дадим картинку Майдана, то, что происходит там сейчас. Ну, вот посмотрите просто. Я напомню, на Майдане вспоминают события 70-летней давности, когда Сталин депортировал крымских татар, но и сейчас, к сожалению, история повторяется. Знаете, говорят, расхожая фраза, что история повторяется один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Сейчас, к сожалению, еще раз может повториться трагедия, потому что, ну, вот только что мы вспомнили эти цифры, более 35 тысяч человек уже вынуждены были бросить свои дома, бросить все имущество и просто сбежать из Крыма, сбежать на Украину. На этом все. Давайте будем заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Такими были подробности этой недели. Мы старались рассказать вам о самом главном, но еще просто вот вместе в прямом эфире следить за тем, что происходит здесь и сейчас. До встречи. Следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok